Здравствуйте, господа! Сегодня очень короткий ролик есть гарантированному составу для ловли платвы, чтобы вы могли ее точно поймать, если она есть в тех местах, где вы, соответственно, собираетесь ловить. Если вы соблюли те условия, промеры глубины, насадки, толщины лески и так далее, вес поплавка, для того, чтобы ее поймать. Потому что я нередко видел, что на платву начинают ловить на поплавок 10 грамм, на леске 0,2 или 0,25, с крючком, с моим палец. Понятно, что чем не корми, при такой ситуации платву мы не поймаем. Поэтому, кому интересна оснастка для платвы, пишите в комментариях, я обязательно расскажу подробно, свяжу, покажу, как это делается. Так что это будет самая лучшая оснастка для платвы, я вам сразу говорю. Значит, что мы имеем? Мы имеем уникорм Евгения Середы, мы имеем базу, и мы имеем две прикормки Академия рыбалки. Значит, если вы идете на большую часть дня, на длительную рыбалку, у вас течение, и платвы там точно много, а скорее всего, есть еще какая-то другая рыба, то оптимальный состав, который я пользуюсь, и который мне всегда приносит успех на всех водоемах, это Академия рыбалки семена конопли, один килограмм. Дальше, килограмм платвы, уникорм Середы, она имеет шоколадный вкус, запах ванили с шоколадом, насыщенный, там в составе кофе, бисквитные коржи, и, скажем так, обрезки шоколадных тортов, и тому подобное. Да, здесь семена конопли, ну, соответственно, здесь и ароматика, и натуральные семена конопли. Дальше, ваниль. Да, это ароматика ванили, достаточно мощная, вот, и там в составе вы увидите, что это тоже в большей степени продукция кондитерского производства, там добавлены немножко орешки, чуть-чуть та же конопля, ну, и тому подобное, то есть, ну, состав вы можете почитать вот на задней странице, скажем так. И супер база, которая называется, тоже от Евгения Середы, миласа плюс специи. Милас создает приятную муть, делает правильную механику прикормки, мерикормочного шара, поэтому, скажем так, если вы ловите, едете надолго, на длительное время, мы смешиваем вот такой состав. Это у вас на день рыбалки. Если вы едете ловить в условиях прессинга, рыбаков много, и вы хотите максимально быстро собрать рыбку, мы базу не берем с собой, не мешаемся, мы им берем вот эти три состава. Притом, один момент, семена конопли обязательно оставьте, примерно четверть пакетика, не мешайтесь ей, да, четверть пакетика. И когда вы будете докармливать плотву, там вы делаете стартовый закорм, там примерно шаров семь стартового закорма, и дальше, когда рыбка подошла, вы уже ее ловите, и дальше, когда она начинает уходить, видите, поклевочки там либо уходят в сторонку, там не с точки прикора закорма, да, не на точке начинаются, либо они слабо выражены, уже реже, и так далее. Вы докармливаете примерно размером с мандарин, вот такими орешками, или с грецкий орех, примерно три-четыре орешка, вот в эти докорма обязательно замешивайте чуть-чуть, щепотку берете, вот с сухой при кормке семена конопли, сухой, вот кинули ведерко, вот так вот, помешали чуть-чуть, и слепили шары, все, и докормили. Вот первый вариант докорма, вы делаете, соответственно, примерно три-пять с грецкий орешек, либо апельсинчиков, посмотрите, если глубина большая на точке ловли, то значит достаточно, можно мандаринами кормить, размером с мандарином, если глубина маленькая, вы кормите с грецкий орешек, потому что тогда, если вы заметите, что вы кинули, если в течение там трех метров поклевки не последовало, это значит, что рыба, скорее всего, разбежалась, она боится всплеска и так далее, поэтому лучше уменьшайте, пускай будет, допустим, тот же мандарин, делим на четыре части, и докармливаем вот этими четырьмя, да, четыре раза бросаем, чем один здоровый мандаринчик, это вот очень важный момент такой, в общем, вот такой состав, небольшая тонкость, сказал, ну вот в двух словах так, поэтому все для платвы, если кого интересует, проконсультируем, у меня менеджеры профессиональные, есть все в наличии в магазине, лески, поводки, правильно именно, в магазин не берем неправильных товаров, я имею ввиду неправильных товаров, что разнообразие очень большое, но больше половины этого непригодны для рыбалки, да, лески толстенные, или они жесткие для платвы, они не будут давать правильную подачу насадки, потому что, ну вот допустим, один пример, да, вот сейчас хотел закончить, уже ролик, да, вот по голову пришел пример, которого два дня назад был, человек тоже звонил и говорит, что вот нет поклевок, да, посмотрел, он приехал к нам в магазин, снасти разложил свои, на что он ловит, оказалось, что у него очень жесткая леска, он ловит правильно, он 16-й крючок использует, там 18-й, один мотылик насаживает, да, поводочек вроде бы там 0,1, но леска, и все остальное, да, правильно, там 2 грамма поплавок и так далее, огрузка, подача насадки правильно, но получается так, что очень жесткий поводок, очень жесткая просто леска он выбрал, очень жесткую, нужна мягкая леска, для чего мягкая, для того, чтобы вы должны добиться, чтобы вот этот, если вы ловите на одного мотылика, мотыля, а это, ну, очень вкусно для платвы, и как правило, она всегда его ест в любое время дня и суток, вы должны сделать так, чтобы мотыль выглядел на дне максимально естественно, как будто он без крючка, вот посмотрите на мотыля, я всегда, много лет назад, когда я тренировался и понимал, пытался понять, как мне, что надо сделать, я просто бросал мотыля и смотрел, как он себя ведет, там, опарыша, червяка, еще что-то, и вот я понимал, что мне нужно добиться, что причинка мотыля могла так же себя вести на крючке и на поводке, как она ведет себя без них, да, тогда рыба не напрягается, и тогда рыба видит естественность поведения этой насадки, да, естественность поведения мотыля, а так, откуда я это взял, мы устанавливали камеры подводные, съемку делали, и специально вот так вот я смотрел, смотрю, почему вот мотыля кормим мотылем, да, и рыба их прямо вот приходит, тут же съедает, даже не останавливаясь, а на крючочке мотыля, он почему-то, она вот принюхивается, особенно окунь, подходит и там смотрит, да, на него, вот лечь то же самое, да, или взял, выплюнул, почему? Оказывается, он может быть слишком весит, то есть лечь привык к весу одной личинки, и он знает во рту, понимает, сколько он должен весить, если он берет на ней крючок, даже он его не чувствует особо, он губами, он чувствует, что она весит больше, и он напрягается, настораживается, точность так же, если мотыль лежит на леске, более жесткой, допустим, чем нужно, поводочек лески должен быть мягкий очень, чтобы была естественная подача насадки и поведение этой насадки на дне, соответственно, если будет жесткая леска, как вот в моем примере, да, что человек приехал, оказалось так, у него была просто жесткая леска, и это как на проволоке, мотылик лежал, и рыба не клевала, он переставил просто леску, ту же самую, но взял другую, там, фирму, другое наименование, да, у нас купил ее, все, тут же под совершенно другие поклевки, все, пошли поклевки, он все, вопрос тут же закрыл, мне написал, там, в 6 утра выложил фотографию на WhatsApp, да, вот, типа, спасибо большое, вот вопрос решили, у меня там полсотка этой платы уже, все, то есть, то есть, даже потом, он дотошный, там, работает прокурором, поэтому, дотошный человек, да, он даже потом переставил специально с той же лески поводок, и увидел, что поклевок стал, там, на 80% меньше, то есть, вот один поводок, просто, даже одного и того же диаметра, но из разных лесок, толще и мягче, жестче и мягче, да, вот такую кардинальную вещь играет, поэтому добивайтесь того, чтобы насадка была максимально естественного поведения на дне, даже если она надета на крючок, и даже она лежит на леске, вот такой мой совет, и он проверенный годами, да, и я, что называется, кладу, даю там голову на отсечение, что все это работает, и очень серьезно, и если это соблюдать, то вы будете с рыбой, а рядом будут сидеть, не понимать, в чем у вас дело, поэтому какие-то вопросы есть, подписывайтесь обязательно на соцсети, пишите в комментарии эти вопросы, пишите в соцсетях вопросы, в группу пишите вопросы на соцсети ВКонтакте, там я почти каждый день, обязательно заходите в канал Телеграм, там я тоже каждый день, у меня Телеграм на телефоне, отвечаю лично я, ВКонтакте могут быть помощники отвечать, но тоже ребята-спортсмены с серьезными именами, чемпионы мира и так далее, поэтому вы всегда получите хорошую консультацию, качественную, а подписчики КИН и купившие у нас удилища, имеют возможность в период проведения акции, получить бесплатные запчасти, на эти удилища, которые у нас куплены, поэтому такого не проводит никто, и нигде, и никогда, и люди уже довольны, уходят с массой запчастей, кто там даже год назад купил, два года назад сломал, и не может найти запчасть, мы им предоставляем, и при том бесплатно, до двух запчастей год, но единственный момент, в период проведения акции, и имейте в виду, что тоже такой момент, если удочку кто-то купил у нас, потом он вам перепродал ее, вот тот человек, кто у него купил эту удочку, к нам уже за запчастью пойти не имеет права, мы ему уже не отдадим, заказы в один клик не фиксируются, поэтому если вы покупали что-то у нас, и делаете заказ в один клик, ну, вы не сможете получить запчасть, потому что мы вас не идентифицируем никак, только полноценные заказы, участвуют в этой акции, поэтому только полноценные заказы, мы видим, мы можем вас лицезреть, увидеть кто вы, что вы, когда вы заказывали, тогда вам уже предоставят запчасть, поэтому три условия, подписка на соцсети, при бейтене удочки у нас, заказ не в один клик, а полноценная с регистрацией заказ, все это вам дает гарантию, ну, если там ничего не изменится, форс-мажор, я не знаю, что завтра будет, да, мы все под богом ходим, но на данный момент это вам дает гарантию, что в период проведения акции вы получаете бесплатные запасные части на те удилища, которые у нас купили, так что ни хвоста вам, ни чешуи, ловите платву и ждите новых видео, все вам доброго!